Начальник отдела ГИБДД озвучивает интересную статистику. Оказывается, в прошлом году чаще всего ДТП происходили в одно и то же время. С часа до трех часов днем и с 7 до 11 часов вечера. Как правило, в среду и воскресенье. Причины самые разные. 120 человек были ранены, еще 20 погибли. Почти треть смертельных ДТП произошли на пешеходных переходах. Также за 12 месяцев у нас увеличилось количество ДТП по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения. Произошло их 14, значит, из которых 6 человек погибло, 20 человек получило ранение. В числе тех, кто знакомится с этой информацией, будущие члены общественной палаты Первоуральска. Предполагается, что они возьмут на себя функции по контролю над решениями и действиями власти. А значит, должны быть в курсе происходящего. Всего их будет 15. Сегодня пятерых кандидатов утверждают депутаты. Елена Елфимова в их числе. Руководитель организации «Наследники победы. Дети войны» признается, что готова взять на себя новые обязанности. Надеется, что это поможет решить один из наболевших вопросов – добиться на областном уровне присвоения статуса «Дети войны» для тех, кто родился в военное время. «Наверное, самый главный вопрос, который волнует людей пожилого возраста. Они приходят ко мне постоянно и говорят, ну разве мы и не заслужили этот статус? Разве нам не положено получать денежное удовольствие? Почему в той же, например, Челябинской области это составляет 300 рублей, в какой-то другой области это еще сколько-то? Для них важны не те деньги, которые они будут получать, для них важен тот статус, который они могут получить детей войны». Но это в будущем. Депутаты вспоминают еще об одних детях – тех, кто любит физическую культуру. Из отчета заместителя главы города следует, что в прошлом году самым популярным видом спорта стал футбол. Им занимаются более двух тысяч человек. На втором месте – баскетбол. Секции посещают чуть более тысячи спортсменов. На третьем – хоккей с мячом. «В 2018 году администрация городского округа Первоуральск выделена субсидия на поддержку 11 команд, спортивных организаций, общественных федераций с финансированием из бюджета городского округа Первоуральск в сумме 6,8. Утвержден список 13 ведущих спортсменов на получение ежемесячной стипендии главы городского округа Первоуральск». Когда в Белимае появится новый ФОК, этот вопрос задает депутат Николай Козлов. Народные избранники едва сдерживают эмоции. В какой-то момент даже вступает в словесную перепалку со своим коллегой Назаром Галатом, когда тот пытается ответить. «Я почему вам не поверяю? Вы мне два раза уже обманывали. Вы мне два раза называли сроки и полностью их…» «Я вас не обманывал. Давайте не говорим. Ваши слова я передаю своим избирателям. Я получаю…» Предполагалось, что физкультурно-оздоровительный комплекс построят в 2018 году, но подрядчик не справился с задачей. В итоге проблему под личный контроль пришлось брать губернатору. Он поручил построить ФОК до конца этого года. Сейчас выясняется, что специалисты администрации трижды не смогли разыграть тендер. Желающих взяться за экономически невыгодное строительство не нашлось. «Нами было получено разрешение применить коэффициенты-дефляторы для перевода суммы строительства в цены текущего года». Теперь в администрации не сомневаются, что им удастся выполнить поручение губернатора вовремя. Уже три компании изъявили желание поучаствовать в конкурсе. А значит, есть шанс, что ФОК в Белимбае все-таки построят.